Ну а я все, я иду как глубокий старец, узривший вечное, прикоснувшийся к божественному. Бывший президент Казахстана Нашлан Абишич Назарбаев, а сейчас он пенсионер, простой гражданин Казахстана, посетил Москву. В день независимости России он повстречался с Путиным. Зачем он туда поехал? Для чего? Ну, наверное, скорее всего, искать поддержки от Такаева. Ведь на его семью в последнее время очень сильно наезжают, отнимают собственность у некоторых, кого-то пересажали, и вот ему нужна поддержка. В принципе, Назарбаев всегда озирался в сторону Москвы и всегда пытался там заискивать и пытался получать какую-то помощь. Но за все время 30-летнего правления Назарбаев никогда в своей многовекторной политике не опирался на собственный народ. Он народ только загонял под асфальт, делал все возможности для того, чтобы мы были тише воды, ниже травы. А на самом деле выстраивал свои отношения многовекторные США, Китаем и Россией. Одним то, другим это, третьи, следующие. И всегда все делал с точки зрения, в основном, в интересах своего клана, своей семейки. Мы резко беднели, а не резко богатели. И теперь, когда султан Абишич Назарбаев потерял власть, он нуждается в помощи. В той помощи, чтобы не трогали его семейку, его окружение, чтобы все то, что он нажил, непосильным трудом, через кровь и пот, чтобы у него это осталось и не отбирали. Всем привет! Вчера в Алматы произошла трагедия. Люди вышли на акцию протеста, они перекрыли дорогу и выступали против уплотненной застройки. Произошел конфликт. В общем, один из выступающих ударил другого, который пытался проехать по этой дороге, которую перекрыли. Но тот ударился головой, я так понял, об асфальт и в результате этого погиб. Вчера в Алматы произошла в Абишич Назарбаев. Долгое время ведут разбирательства с жителями новостройки и жилищного комплекса Терра. Они требуют отдать им гостевой паркинг. Экологический активист Алтана Ташимова написала в том, что вина есть и в том числе Акимата, который не дает им проводить митинги там, где это разрешено. Они несколько раз подавали заявки на митинг, но, увы, Акимат не санкционировал. И вот, по его словам, погиб человек при перекрытии улицы жителями в знак протеста против уплотняющей застройки. Это Досаев не разрешил нам провести санкционированный митинг без всяких причин. Эту ситуацию создали Аким и Акимат, и не нужно больше ни на кого перекладывать ответственность. Жители не виноваты, написала она. Со своей стороны, я могу сказать, что, в общем, уплотняющая застройка для Алматы достаточно опасная затея, поскольку сам город находится на сейсмически опасной территории. Алмату постоянно трясет. И то, что люди выходят на различные акции протеста против этого, это нормально, это естественно. Тем более, если они подают уведомления в Акимата для проведения митингов против этого, но власти не разрешают. И в результате чего? Люди выходят на несанкционированные акции протеста, они не могут сидеть, сложа руки. И в итоге происходят вот такие трагедии. Кто в этом виноват? Рассудите. Люди, которые вышли на акцию протеста, и вот такая случайность произошла. Или Акимат, чиновники, которые не разрешают проводить митинги, даже социальные. Вот как-то так. Ребята, помните рисунок, который нанесли в Алматы? Потом его стерли чиновники Акимата, я имею ввиду службы специальные. И вот эта девочка, которая погибла, семья вынуждена этой девочке выехать за рубеж. И, как пишут, якобы это произошло, потому что идет давление со стороны Комитета национальной безопасности. Насколько это верно или нет, но так или иначе, об этом сейчас пишут в социальных сетях, в фейсбуке, гражданские активисты. В принципе, это все, что нужно знать о новой власти, о второй республике, о которой прогласил, провозгласил Касыбром Артакаев. А в Уральске у нас местная власть умеет экономить бюджетные деньги. На 300 миллионов украдено инженерных сетей, которые были потрачены на возведение коммуникации для нового микрорайона, так называемого Акжаик, пригороде города Уральска. Теперь эти подстанции разворованы. Конечно, валют все на простых жителей, но так или иначе, 300 миллионов тенге, это один детский садик, по сути, просто взяли и разворовали. Сам проект является Кульгиновским. Он когда-то был Акимом Западной Казахстанской области, а сейчас Аким Астаны. И вот по слухам, неких каналов анонимных, его готовят к отставке. Скоро мы можем распрощаться с Кульгиновым. Так или иначе, вот его наследие. Многие в городе Уральске выступали против вот этого микрорайона Акжаик, что делается неправильно, неверно, что нужно советоваться с общественностью города Уральска, именно где располагать новые микрорайоны и как вести коммуникации. Что стоит мост, который хотели провести и до сих пор хотят провести через реку Чиган и в том числе дорогу, которая должна якобы на несколько минут сократить путь к центру города. Сколько было сломано копии по этому поводу, но власть не слушает. И вот теперь же микрорайон, туда инвесторы не идут, дома почти еще пока не строятся. 50 тысяч жителей там должны были, должны будут жить. Но еще пока ничего не строится, зато инженерные коммуникации привели, которые уже многие из них просто разворовали. Вот такая у нас эффективная власть. Что интересно, кто за это будет нести ответственность? Видите, это находилось на балансе, я так понял, ЖКХ города Акимата. Кто будет за это нести ответственность? Кто возместит эти 300 миллионов тенге? Вот в чем вопрос. Сейчас микрорайон Акжаик это пустое поле, по периметру которого стоят цветовые опоры, и по всему полю разбросаны трансформаторные подстанции. На всех подстанциях открыты железные двери, замки явно раскурочены ломами. Внутри разбитые шкафчики, видимо, грабители выбирали цветной металл. Рядом стоят большие электромоторы, которые воры вытащили, но из-за веса оборудования они смогли вывезти на автомобили. На эти коммуникации из бюджета было потрачено более 4 миллиарда тенге, пишет сайт Уральская неделя. Сегодня сообщили, что президент Касымжа Мартакаев ввел запрет на вывоз валюту свыше 10 тысяч долларов, и в том числе ювелирные изделия золота свыше 100 грамм. Вот интересно, неужели это и есть борьба с коррупцией в Казахстане? Сомневаюсь, покуда те, кто вывозит, так и будут вывозить. Ну, в принципе, много что уже вывезено. Это ударит по малому-среднему бизнесу, мне кажется, больше всего. Но не антикоррупционный закон. А вот, как быть, интересно тем, у кого золотые зубы, им что оставлять на границе, получается, что ли? Видите, зубы тоже весят, дай бог, иногда золотые. Хотя наши новостыки уже золотые зубы не носят. У них давно уже там получше, чем золотые зубы. В общем, ребята, вот такие дела. У кого есть что сказать, оставляйте свои комментарии под видео. Будет интересно подискутировать на все темы, которые мы здесь с вами обсудили. Прошу также подписываться на телеграм-канал. Ссылку вы видите перед собою. Ну, а кому ролик зашел, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Прошу обязательно лайкать, потому что это продвигает видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok